Здравствуйте! Вы смотрите новости Большого округа на Ивантеевском телевидении. В студии Анастасия Квардитская. Сегодня вы увидите, как устраняют последствия стихии в городском округе Пушкинский. Сделать город ухоженным и аккуратным. В Пушкино состоялся межведомственный рейд. Здесь все дышит поэзией Тютчева. В музей-усадьбу Муранова заглянула министр культуры. Об этих и других новостях прямо сейчас. Сегодня глава городского округа Пушкинский совершил рейд по городским улицам. В частности, Максим Красноцветов проверил благоустройство Московского проспекта. Хода ремонта покрытия дороги и тротуаров, фасадов домов, промышленных предприятий и общественных зданий. Состояние наружной рекламы. Центральная артерия Пушкина – Московский проспект. Сегодня под пристальным наблюдением. Проверке подвергается все – состояние дорожного покрытия, благоустройства, вывески и фасады домов. Это уже второй межведомственный рейд, в рамках которого оценивают благоустройство территории. Глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов поручает устранить все выявленные дефекты. Глава городского округа оценивает порядок в нескольких дворах Московского проспекта. Особое внимание контейнерным площадкам. В этом дворе требуется дополнительная емкость для отходов. Необходимо усилить контроль за вывозом мусора, закрасить граффити. На детской площадке привести в порядок информационный щит. Обратили внимание на незаконное расклеивание рекламных объявлений на опорах уличного освещения. Посмотрели, обратили внимание на несколько требующих точечного ремонта входных групп. Обратили внимание на содержание контейнерных площадок. И необходимость приведения в соответствие ограждений вокруг контейнерных площадок. И кое-где посмотрели, что требуется охоз территории. Аккуратный вид должен быть у дорожных знаков и у всех информационных указателей. Решить этот вопрос поручено Пушгорхозу. Очень много граффити было обнаружено на этих знаках. И эти поручения должны устранить наши предприятия. Пушгорхоз должны устранить в ближайшее время. Вывески и фасады торговых объектов должны соответствовать архитектурно-художественному оформлению, утвержденному в Московской области. Для того, чтобы согласовать вывеску, предпринимателю необходимо будет обратиться в МКУ «МИР». И мы подробно расскажем, как согласовать ту или иную конструкцию, как привести в порядок тот или иной объект. Предстоит выяснить, законно ли размещены несколько нестационарных торговых объектов. В случае, если разрешающей документации у собственников помещений нет, то их придется демонтировать. В 2021 году уже снесли четыре подобных объекта. Людмила Ермакова, Фарид Галеев, Анна Белова. Программа «День за днем». Сильнейшая гроза обрушилась на столичный регион. В городском округе Пушкинский все силы брошены на устранение последствий. Задействовали около 40 единиц спецтехники и около 200 рабочих. Ураган нанес большой урон деревьям и линиям электропередач. Параллельно велись работы над ликвидацией подтоплений. Наша съемочная группа побывала в микрорайоне «Серебрянка». Все стекает к нам с гор. Уже больше стекает к пруды. С проблемой затопления жители по улице Серебрянка в Пушкино сталкиваются постоянно. Обостряется ситуация в период таяния снега либо сильных дождей. Последние как раз обрушились на Подмосковье в этот понедельник, 28 июня. Разрешить ситуацию должен инженерный проект. Проектом предусмотрены еще раз очистные сооружения, потому что мы просто так воду не можем откачать и сбросить ее где-то в другом месте на рельеф. У нас должна она пройти очистку ливневой воды и уже дальше в реку Серебрянка. Поэтому первое – это очистные сооружения. И первая очередная – это линия вывод воды от Серебрянки-48. От сильной грозы пострадали не только жители Серебрянки. Ураган обрушил деревья, пострадали линии электропередач, а также частный и общественный транспорт. На устранение последствий шторма в городском округе Пушкинский бросили порядка 40 единиц спецтехники и около 200 рабочих. В первую очередь удаляем с проезжей части упавшие деревья. На сегодняшний момент наши сотрудники получили информацию о 27 упавших деревьях. Есть деревья, которые просто перекрывают проезжую часть, есть деревья, которые упали либо на газон, либо внутри двора. Их, естественно, мы будем удалять в последнюю очередь. В результате выпало 70% месячной нормы осадков. По сообщению Минэнерго Московской области, шторм нарушил электроснабжение в 11 городских округах, среди которых Щелково. Очевидец даже заснял, как молния ударила в трансформатор. Страшно открывать. Офигеть, Щелково. Сильнее всего пострадал Север и Восток, Подмосковье. А без света в регионе временно остались 25 тысяч человек. Последствия урагана спецслужбы устраняют до сих пор. Иван Чинаев, Антон Рябов, Мария Барсукова, ИТВ. До 1 августа в городском округе Пушкинский отремонтируют 5 отделений Почты России. Привести к единому стандарту помещения в этом году поручил губернатор Московской области. Ход ремонта на объектах приехал проверить Максим Красноцветов. Все подробности в нашем сюжете. Внутренний косметический ремонт в этом отделении Почты России на Лесной улице в поселке Правдинский почти закончили. В частности, рабочие уже установили потолочные плиты, заменили освещение, линолеум, покрасили батареи и отштукатурили стены. Готовность объекта приехал лично проверить глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов. Косметический ремонт сделают и снаружи. Козырек и ступени отремонтируют. Но глава объединенного округа задал закономерный вопрос. Как маломобильные жители Правдинского поселка смогут попасть в почтовое отделение? Сегодня главой города поставлена задача обустроить входную группу, предусмотреть, чтобы был доступ для маломобильной группы населения. Соответственно, сейчас будем разрабатывать проектные решения, чтобы маломобильной группе населения было удобно заезжать на почту. Максим Красноцветов проверил ход строительных работ еще в одном Пушкинском почтовом отделении на Московском проспекте. Ежедневно здесь трудится порядка шести специалистов. Ремонтный проект предусматривает полную замену напольного покрытия, дверей, светильников, а также окон. На сегодняшний день в нашем городском округе мы производим косметический ремонт в пяти помещениях Пушкина России. Сегодня мы побывали на двух адресах, работаем в плавном порядке. Сроки, которые перед нами стоят, это закончить все работы до конца следующего месяца. По поручению губернатора Московской области до 31 августа в порядок должны привести 194 отделения почтовой связи в регионе. Еще свыше 150 своими силами обновит государственная компания Почта России. Министр культуры Московской области Елена Харламова посетила музей-усадьбу «Мураново». Цель рабочего визита – посмотреть, в каком состоянии находятся главные здания и территория, как идет реконструкция храма. Проект реставрации этого здания в стадии разработки. Достопримечательностью усадьбы является главный дом, построенный в 1842 году Евгением Братынским. Впервые поэт посетил Мураново в 1826 году. История усадьбы как литературного гнезда складывалась на протяжении целого столетия. Для выявления современных проблем такой же мчужины Подмосковья в усадьбу приехала министр культуры Московской области Елена Харламова. Посмотрели все критические моменты, определили себе эти точки. Теперь начнем разрабатывать проектную документацию, для того, чтобы заявиться в программу Московской области, получить на это средства и сделать, и привести в порядок. Это нормальная история, когда проходит 10 лет, и любое здание требует реставрации. Создание специализированного фонда хранилища, реставрация храма Спасунь-Рукотворного конца XIX века, восстановление утраченных построек на территории музея, школы, кигельбана, фруктовые анжереи – такой примерный план был намечен для создания интересной точки притяжения туристов. «Собираемся развивать эту территорию дальше. Мы будем обращать внимание сейчас на детскую программу, которая здесь. В первую очередь нас интересуют дети, которые здесь рядом живут, потому что все дома и жители соседних окрестностей должны понимать, что Мураново – это их такой же дом, и они могут в любой момент здесь зайти и что-то для себя найти интересное». А интересного будет много. 31 июля состоится фестиваль, который организаторы обозначают как место встречи современных литераторов, поэтов и артистов на одной площадке. И площадка – это усадьба Муранова. «Лучшая история в Подмосковье, поэтическая. Никто такого, ну, по крайней мере, на моей памяти. Я не хочу сказать, что я там суперлитератор или поэт, или еще каким-то образом к этому отношусь, но тем не менее я не встречал. Здесь будет классно, атмосферно и тепло». Проект задуман как симбиоз классики и современности. Но в Мурановскую сцену выйдут читать стихи мастера художественного слова. Народный артист Российской Федерации Сергей Гармаш, российская поэтесса Вера Полоскова, актеры Евгений Ткачук и Сергей Друзьяк и много других замечательных творческих людей. Программа рассчитана на целый день. Нон-стопом прозвучат стихи, музыка. Но тут возникает вопрос о проведении фестиваля, когда вводят ограничения. «Опять же, мы должны понимать, что если не будет отмены, то будут сюда пускаться люди вакцинированные или имеющие QR-код, скажем так. Поэтому здесь нужно понимать. Мы понимаем, что это может быть каким-то образом ограничит желающих, но тем не менее у нас нет другого выхода. Мы хотим это сделать и хотим те, кто будет иметь QR-код, они, конечно, пройдут и получат максимум удовольствия». Сохранить историю усадьбы, ее облик и архитектуру в первозданном виде – задача музея. Но не менее важная задача – это заинтересовать еще больше людей, дать им понять, что музей – это не только тишина в выставочном зале, а еще открытое пространство для творчества. И в этом поможет фестиваль-проект «Поэт». Кристина Кристина, Владимир Парфенов, Яков Глезер, Пушкинское телевидение. И о погоде на два дня. В среду и четверг в регионе стабильно пасмурно и дождливо. Днем температура воздуха прогреется до максимальной отметки в 22 градуса. Ночью оба дня ожидается 16 градусов тепла. На этом у меня все новости на сегодня. Я, Анастасия Квардитская, прощаюсь с вами до четверга. Всего вам доброго и хороших новостей!